Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три заветных буквы ГТО. Или готов к труду и обороне – программу физической и культурной подготовки, которая основывалась на системе патриотического воспитания населения. Сегодня по инициативе президента страны Владимира Путина в России активно происходит возрождение комплекса ГТО. Соревнования комплекса ГТО в зачет спартакиады среди физкультурно-спортивных клубов прошли в минувшую субботу в Центре спортивной подготовки Олимпиец. Организаторы соревнований считают возрождение комплекса ГТО принципиально важным для формирования у каждого человека целеустремленности и уверенности в своих силах. Комплекс очень важен. Это в политике государства. Поэтому, я думаю, самым массовым будет славянская армия. И действительно, славянцы охотно приняли участие в прошедших соревнованиях. То, что для занятий спортом возраст не имеет значения, несомненно. В нашем районе вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой нужно всем. От мала до велика. Уверены участники соревнований. Да, я сегодня принимаю участие в соревнованиях, потому что считаю это необходимо. Так как давно у нас уже этого не было. И сегодня президент наш Владимир Владимирович возобновил эти соревнования. Я считаю, что это очень важно для каждого из нас. Потому что здоровьем нашим нужно заниматься. Заниматься и в молодости, и уже и в нашем уме. Участники соревнований состязались в беге на короткую длинную дистанцию, прыжках в длину с места, подтягивались и отжимались. Всё это не только способствует хорошей физической форме и укреплению здоровья, но и пронизывают коллектив единым духом, повышая работоспособность, считает капитан команды Забойского сельского поселения Александр Крутько. Вообще здоровый образ жизни нужно поддерживать. Тем более в поселениях, где трудно с работой и вообще нет каких-то условий. Нужно выезжать. Ну и для того, что у нас есть соревнования, да, внутрирайонные, где мы идём пока на первом месте. Нужно поддержать нашу команду. Сейчас выступим и займём в Спартакеаде, удержившись в первое место. Но, к сожалению, Забойчанам не удалось стать лидерами соревнований. В общекомандном зачёте Забойское сельское поселение на третьем месте. На втором – Анастасиевцы. Победу же одержали спортсмены прибрежного сельского поселения. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...